Перепись населения в онлайн-режиме продлили. Татарстанские кафе и рестораны считают убытки. И почем можно купить готовый бизнес в Татарстане? И на каких условиях хозяева продают свои кофейни и бары? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! Перепись населения в онлайн-режиме продлили. До 14 ноября можно будет пройти анкетирование на сайте Госуслуг. До этого сообщалось, что это возможно только до 8 ноября. Онлайн-перепись очень понравилась татарстанцам. Каждый четвертый житель республики переписал себя и свою семью по интернету. Татарстан даже вошел в топ-10 российских регионов по числу жителей, которые переписались самостоятельно на портале Госуслуг. В Привозском федеральном округе мы первые. Итоги первого этапа переписи будут опубликованы до 31 мая 2022 года, 2 до 31 декабря будущего года. Какие данные помогает выявить перепись и почему ее результатов так ждет бизнес, мы спросили у экономистов. Переписи есть не только формальные вопросы, пол, возраст. Это как раз отслеживается другими методами. А вот некоторые элементы, которые никак не отслеживаются, например, состав семей, обеспеченность жильем, доходы, уровень образования и так далее. Такие вещи могут быть выявлены только путем опроса. Потому что это в таком виде, как это дает перепись, нигде не фиксируется ни в каких государственных базах данных. Эта информация нужна экономистам и бизнесменам любого рода в любой сфере деятельности. Потому что это позволяет лучше понимать целевую аудиторию своего бизнеса, понимать, к кому бизнес обращается, кто является клиентами, потенциальными клиентами. Татарстанские рестораторы считают свои потери из-за новых антиковидных ограничений, считают в сотнях миллионов рублей. Это зависит от масштаба бизнеса. Плюс штрафы за нарушение санитарных правил, которые выписывают кафе и ресторанам через суд. Они с 10 тысяч рублей стартуют и доходят до 300 тысяч. Примерно треть кафе и ресторанов не пережили пандемию. Почему клиенты таких заведений этого почти не замечают, объяснила исполнительность директора Ассоциации рестораторов. Сегодня могу сказать, что 20% мы фиксировали за первый локдаун ухода с рынка игроков. 20% заведений. Да. На сегодняшний день, за этот год последующий, поменялось по нашим примерным подсчетам еще около 10%. Но многие говорят, у вас же ничего не закрылось. Поменялись собственники. Очень много даже на авито сейчас зайдете, посмотрите, очень много продаж бизнеса. Объявления о продаж? Да. Меняется бизнес с сохранением юрлица, с сохранением концепции. Поэтому здесь вот не фиксируется, что кто-то закрылся. Просто один человек уходит, заходит другой и продолжает это делать. Готовый бизнес в Татарстане. Придорожное кафе, ларек шаурма, кофейни. Сегодня на сайтах объявлений продаются от 200 тысяч рублей. Ресторан-бар в центре Казани можно купить за 2 миллиона 600 тысяч. И новые объявления появляются практически каждый час. На какую помощь от государства могут рассчитывать те, кто не готов расстаться со своим бизнесом? Ну, рассказали так. Самая важная мера поддержки, которая стартовала на прошлой неделе, было принято постановление о грантах в виде выделения одного минимального размера оплаты труда на сотрудника. То есть это чуть более 12 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. 12,197, по-моему. И вот эта мера, она хорошая для нас, потому что это невозвратные деньги. И это дает возможность нам хотя бы пополнить какую-то оборотку, заплатить сотрудникам или аренду. Есть кредит, он льготный, ФОТ 3.0. Был ФОТ 2.0 после локдауна. Этот кредит можно было не возвращать при сохранении численности сотрудников 90%. Он нам помог, вот это была вообще крутая мера поддержки, которая была очень эффективна. Есть еще в Татарстане, благодарим наше правительство, они похожую программу разработали, но под 1%. Это тоже хорошая мера, практически безвозмездная. Это тоже кредит, но ставка минимальная, и поэтому, я думаю, вот этой мере в большей степени будет воспользована. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.